Привет всем, это Спортмарафон, меня зовут Тимур Ахметов и в этом видео поговорим про комфортный сон в походе. Многие перед походом задумываются, в чем будут ходить, что будут есть, но мало кто заботится о том, как будет спать. А от того, высыпаетесь вы или нет, зависит, получите ли вы удовольствие от путешествия или оно превратится в страдание. И тут, как и во многом, работает системный подход. Вот палатка, спальник, коврик, одежда, носки, вкладыш в спальник, подушка. В общем, все, что обеспечивает комфортный сон на природе, называется туристической спальной системой. Но главные ее составляющие это спальник, коврик и, пожалуй, подушка. И если правильно скомбинировать эти три элемента снаряжения, то вы обеспечите себе по-настоящему комфортный сон. В туристической среде нередко можно наблюдать, когда дорогой и теплый спальный мешок дополняется тонкой туристической ижевской пенкой. И человек мерзнет, несмотря на то, что температура комфорта спальника совпадает с температурой воздуха. Это связано с тем, что значительная часть тепла нашего тела уходит в направлении земли, как раз там, где наполнитель спальника сдавлен. Поэтому важно понимать, что комфортный сон получится только при наличии правильной комбинации коврик плюс спальник. И плохо получается комбинсировать несоответствие температурным условиям одного элемента с помощью более теплого второго. При выборе спальника нужно смотреть на температуру комфорта. При выборе коврика – на коэффициент теплоизоляции Air Value и на мягкость коврика. Хоть мы и не принцессы в большинстве своем, но мягкий и комфортный коврик нам бы совсем не помешал. Тем более в походах встречаются не горошины, а нижнемеловые вулканогенные мелкообломочные образования с прожилками молочно-белого кварца. Камни. Обращайте внимание на соответствие размеров коврика и спального мешка. Например, в прямоугольном спальнике будет неудобно спать на коврике, который сужается к ногам. Сейчас есть спальники, где предусмотрена фиксация коврика, чтобы не скатываться с него. Также комфорта добавляет надувная подушка. На ней спать гораздо удобнее, чем на свернутых валик вещах. И я знаю реальную историю, как надувной коврик продырявился собачкой от молнии, когда спали именно так. Надувные подушки очень компактные и помимо сна в палатке пригодятся при длительных переездах и перелетах. Еще я всегда с собой беру видеокамеру, маску и беруши. Эти аксессуары помогают быстрее заснуть, например, если ветер хлопает тентом палатки или вы путешествуете в районе, где белые ночи. Обязательно для сна нужен комплект сухой одежды. Спальные мешки тестируются с помощью термоманекенов, которые одеты в термобелье. Поэтому температура комфорта спальника рассчитана с условием, что вы спите в нем в термобелье. В общем, покупая спальный мешок, не стоит полагаться только на его теплоизоляцию. Каким бы теплым ни был спальник, вы замерзнете, если не подберете правильный по температуре коврик. Только при одновременном соответствии спальника и коврика нужной температуре вам будет тепло, и вес и компактность спальной системы будут оптимальными. А дополнительные мелочи, как подушка, беруши или маска для сна, помогут вам полноценно высыпаться.